Это кадры из Харькова. Там авиабомба попала в жилой дом, известный минимум о четырех погибших и десятках пострадавших. В Курской области обстрелом убило целую семью. Ну а рейтинг Путина падает, недовольство россиян растет. Это новости на Ходорковский лайф. Лайк и подписка с вас. С меня все самое важное. Итак, российские военные обстреляли Харьков. Авиабомба попала в 12-этажный жилой дом в индустриальном районе. На момент записи этого выпуска известно о четырех погибших, в том числе девочке, которая стала жертвой удара по детской площадке. 28 человек ранены. Часть зданий обрушилась. Сколько людей под завалами, до сих пор неизвестно. Атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что этой трагедии не было бы, если бы ВСУ имели возможность уничтожать российскую военную авиацию на аэродромах базирования. Сегодня ночью российские военные также атаковали предприятие в Сумах. Это был завод по производству упаковки. Погибли два человека, пострадали 13. На месте удара возник сильный пожар. Ну а в Курской области погибла семья из трех человек. По данным издания «Семь на семь», супруги Гребенниковы и их 22-летняя дочь эвакуировались из Глушковского района и погибли во время удара ВСУ по частично разрушенному мосту через реку Сейм. В сети появилось также видео, на котором жительницы села Залешенко Курской области говорят, что им не сообщали об эвакуации. Город весь эвакуировали. Им сразу сообщили и забрали. А за нас вообще мы ничего не знали, что даже эвакуируют. Ага, ага. Не знали. Вы имеете в виду, суд же эвакуировали, а за Олешенск бросили, да? Да. Женщины рассказали об этом украинским военным. По их словам, из-за отсутствия информации они не успели выехать на безопасную территорию. Друзья, и тут у меня короткое объявление. Если вам есть, что рассказать нашей редакции, если вы стали очевидцем или участником каких-то событий, пишите нам в бот, ссылка на него в описании и вот сейчас на экране. Мы продолжаем. В Ростовской области уже третьи сутки горит нефтебаза «Атлас», глава Каменского района, в котором она находится, накануне сообщил о режиме повышенной готовности. По словам чиновника, Кабинат Росрезерва тушит круглосуточно. Ситуации под контролем, угрозы распространения нет. Это все из официальных заявлений. Когда огонь потушат, правда, не сообщают. Ну а с 18 августа продолжают тушить пожар на другой нефтебазе, в Ростовской области, в Пролетарске. Больше недели местные жители жаловались на сильный дым и вред для здоровья, но власти отказывались объявлять эвакуацию и уверяли, что с качеством воздуха все в порядке. Пожар начался после атаки беспилотников ВСУ на нефтебазу. Некоторые СМИ пишут, что только вчера база наконец перестала гореть. В то же время Радио Свобода отмечает, что и вчера вечером база все равно горела, и сегодня огонь не потушен. Ну, по крайней мере, мы можем про это говорить, судя по данным систем НАСА и спутниковым снимкам. Россияне все хуже относятся к Путину и все больше недовольны действиями Кремля. Почти треть участников опроса Фонда общественное мнение, 28%, заявили, что действия властей за последний месяц вызывают у них возмущение или недовольство. Это рекорд с момента объявления мобилизации, то есть почти за два последних года. О недоверии властям заявили 13% опрошенных. Последний раз такое было в конце прошлого года. Падает и доверие к самому Путину в последнем опросе государственного в ЦИОМа. Оно снизилось на 2,5% до 75,5%. Рейтинги стали падать после начала вторжения ВСУ в Курскую область. Тогда же был зафиксирован рекордный уровень тревожности среди россиян. В Пермском крае объявили в розыск вернувшегося с войны вагнеровца. Его подозревают в убийстве гражданской жены и дочери. Ориентировку на 28-летнего Артема Бучина распространила полиция. Вчера в городе Чусовой нашли тела 28-летней женщины и 7-летней девочки. Подозреваемый, как пишут местные СМИ, сожительствовал с женщиной. Также у них был общий сын. Он сейчас в безопасности. Артема Бучина два года назад осудили за изнасилование и убийство медсестры Татьяны Рикутиной. Он получил 20 лет колонии, но не провел за решеткой одного года. Отправился на войну, получил помилование и вернулся домой. Несколько жительниц Белгорода обвинили местных силовиков в пытках. Об этом сообщили журналисты канала «Разоблачено» и «Активатики». Сегодня женщины приехали в администрацию президента, чтобы подать жалобу на силовиков Владимиру Путину. По их словам, в пытках были задействованы сотрудники Белгородского центра «Э». Избиение произошло 26 августа. Женщины говорят, что ничего не делали и просто гуляли по улице. «Раскидали по разным кабинетам. И вот тогда началась настоящая, я не знаю, это я слова не подберу, это моральное опущение буквально, нас оскорбляли, называли разными словами, что мы какие-то и, простите, и проститутки, и курицы, и твари. Сатурин схватил меня за волосы и ножом начал водить перед моим лицом и говорит, сейчас твои пальцы будут отрезаны, и ты вся умоешься в этой крови, и никто не узнает. Я тебя просто выкину за границу куда-нибудь в поле, и тебя никто не найдет. Тебя здесь нет вообще. Потом последовал второй удар уже в затылочную область». Канал «Активатика» отмечает, что в этот день действительно пропало несколько жителей из Белгорода. А в этом местных пабликах писали волонтеры, задействованные в их поисках. Задержанные провели в отделении полиции почти сутки. Их выпустили благодаря активности знакомых и волонтеров, не составляя на них протоколы. В приемной Путина, по словам пострадавших, отреагировали на жалобу формально и бездушно. «Ты в этой стране никому не нужен. Тебе, на тебя в этой стране всем наплевать. Вообще, тебя убьют. Ну, всем будет плевать. Абсолютно. Вот эти, которые там сидят, принимают заявления. Он докапывался, что я там неправильно что-то оформила. Меня несколько дней чуть не убили. В их структурах государственных». И еще о репрессиях. Активисту из Карелии Никите Клюне увеличили срок почти до 20 лет за диверсию на железной дороге. Ранее его приговорили к 14 годам, но, внимание, прокуратура назвала это решение слишком мягким. Активиста судили по статье о госизмене и содействии терроризму. Теперь будет 20 лет. Ну и закончим выпуск новостью, которая когда-то могла быть разве что мемом из несуществующего издания «Панорама». Во Владимире создали телеграм-аккаунт для сбора доносов на антивоенных активистов. Создатели просят присылать максимально подробную информацию и обещают передавать все данные силовикам. И напоследок хочется только сказать, подписывайтесь на наш телеграм-бот и на наш телеграм-канал. Ссылка на него находится в описании под этим видео. Там вы сможете смотреть и слушать все наши выпуски. Мы их выкладываем в том числе и в аудио формате, чтобы вам было удобней. Когда-нибудь там будут появляться эксклюзивные подробности. Пока только выпуски. Так что подписывайтесь. И подписывайтесь, конечно, на наш YouTube. Ставьте нам лайки. Для вас работал Юрий Белят. Пока. Субтитры подогнал «Симон»